Вместе с первым теплом в начале мая в Самару прилетают стаи стрижей. Птицы уже давно предпочитают жить в городе. Они вьют гнезда в жилых домах и выводят здесь потомство. Всю жизнь стрижи проводят в небе. Увидеть их на земле можно лишь в том случае, если произошла трагедия. Птица встретила на своем пути препятствия – провода или, например, кондиционер. Именно такую птаху нашла возле своего дома Ольга Колгурина. Вот уже неделю птица живет у нее дома. За это время стало поживее, рассказывает Ольга. Я взяла его домой, еще понятия не имея, что с ним делать. Когда я принесла его домой, благо сейчас есть интернет, я стала изучать, что же с ним делать, как же его содержать, выхаживать, лечить. Потом начала смотреть, как кормить. Оказывается, нужно его тряпочкой как в кокон обмотать, потому что он не дастся. Сам он не ест. Нужно правильно открыть ротик, выложить пинцетом вот этого сверчка вовнутрь. Но сейчас он мне уже помогает, сейчас я его держу и он уже просто, прям даже пальцами вкладываю, он уже сам глотает. Еще недавно бытовало мнение, что упавшего на землю стрижа нельзя брать в квартиры. Достаточно его немного подтолкнуть и птица взлетит сама. Сегодня орнитологи категорически с этим мнением не согласны. Если птица оказалась на земле, значит она получила травму и взлететь сама не может. В этом случае помогать ей подталкивать или тем более сбрасывать с большой высоты в надежде, что вот-вот сейчас птица воспарит в небеса, уж точно не стоит. Стриж – самая быстрая летающая птица в мире. Она может развивать скорость до 250 км в час. В случае, если она не найдет питания в Самаре, легко может слетать на ланч, к примеру, в Африку и уже на следующий день вернуться обратно. Но за это время могут пострадать птенцы, которые, оставшись без корма, способны выпрыгнуть из гнезда и получить травмы. Люди с стрижами появляются очень часто, в день бывает по несколько раз. Это как и взрослые особи, так и молодежь, потом, когда уже выводят птенцов. Подкидывать – нет. Если здоровая птица, достаточно просто раскрыть руки, и она сама полетит. Если птица не летит, то ее лучше принести к ветврачу и осмотреть. Потому что, если у птицы будет травма крыла, либо травма ноги, и вы подкинете, то будут еще дополнительные ушибы. Выходить стрижа непросто. Если вы нашли пострадавшую птицу, нужно посоветоваться со знающими людьми, как с ней обращаться. Сделать это можно в соцсетях в группе «Стрижи Самара». Например, помещать птицу в клетку нельзя, она может еще больше травмировать крылья. Ей нужна коробка, причем закрытая, в которую не проникает свет. Питаются эти пернатые только насекомыми, предпочитают сверчков. И самое сложное в этом деле – это выкормить его, и чтобы к концу этого выкармливания он смог улететь. То есть сейчас такие стрижи, если неправильно кормят, остаются на так называемом ПМЖ. Это будет недешевое занятие выкармливания. Потому что, чтобы подготовить птицу к возвращению в природу, необходимо кормить стрижа только живыми насекомыми. Реабилитация стрижа может занять от недели до нескольких месяцев. И тогда птица вновь сможет расправить свои крылья и воспарить над землей. Мария Левина, Василий Калдашов. События.